Троих человек арестовали после вчерашней массовой драки в Альшанах под Харьковом. В числе задержанных депутат облсовета Алексей Литвинов. Напомню, в поселке произошла перестрелка с участием местных ромов. Один из них погиб, еще четверо ранены. В случившемся ромы винят чиновника. Подробнее Светлана Шекера. Возле Альшанского постсовета и детсада сегодня усиленные полицейские патрули. Я за гоноком пришел. Может быть, все. Никто не будет. Пока все тихо, спокойно. И милиция уже рядом. По Альшанам прошел слух. После вчерашнего ЧП будут собирать подписи за то, чтобы отселить ромов из поселка. Жители слышат об этом впервые. И мнения о ромах у них разные. У нас все мирно. У меня и друзей цыгане. Они адекватные. Есть плохие, есть хорошие. Мы мирно живем. На самом деле цыгане не правы. Они постоянно ставят акцент на том, что они коренные жители. Или с 90-х войны даржут Альшану. Постоянно угрожают. И часто люди, местные жители ходят в страх. А эта женщина была свидетелем вчерашней потасовки. Ну, как они обычно. Крики, маты, молотки, биты. Даже женщины бегали с битами. С лапарадами, с оружием. Совсем. То есть, беспредел полный. Мы в шоке. Мы такого никогда не видели. Четверо ромов, которые получили во время стычки ранения, сегодня вышли из больницы. Григорий Каспицкий показывает свои травмы. Да, дубинка резиновая ударили. Отсюда и сюда. Тут разрубана голова. И говорит, кто в него стрелял. По словам пострадавшего, это Евгений Криворучко. Бизнесмен, владелец местного ресторана. С утра полиция отчиталась. Арестованы двое мужчин. По подозрению в хулиганстве. Ромы негодуют. Основные зачинщики на свободе. Из доставленных не обнаружили. Тех, на кого показывают, указывают потерпевшие. Это те, так называемые, чеченцы. Их там не было в райотделе. Ночью данные граждане продолжили отдыхать и оскорблять людей. После обеда в областной прокуратуре сообщили, взят под стражу еще один активный участник драки. Депутат облсовета Алексей Литвинов. По словам Ромов, именно он пригласил их для выяснения отношений и тоже стрелял. За нашу версию, это побутовый конфликт между двумя особами, который стал не так давно, на начале травня. На данный момент у нас нет никаких доказательств того, что этот конфликт тривал долгий час и что он имеет национальную подголовину. Впрочем, кто именно убил Николая Каспицкого и из какого оружия, следствие еще не выяснило. Идут экспертизы. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности. Телеканал Интер. Харьковская область. Телеканал Интер. Харьковская область.